Здравствуйте, друзья! Меня зовут Евгений Карташов, я профессиональный фотограф. И в этой небольшой серии видеоуроков я хочу рассказать вам об основах студийной съемки. То есть рассказать, какое оборудование используется в студии, как с ним обращаться, потому что на эту тему мне приходит много вопросов. Разберем основные ошибки новичков и разберем некоторые несложные схемы съемки в студии. Чтобы вы сразу могли прийти и начать уже снимать. В студии, как правило, используются импульсные моноблоки. Выглядят они вот так. То есть вот этот моноблок с надетым стандартным рефлектором. Это такая насадка, которой комплектуются все моноблоки. И вот моноблок со снятой насадкой, для того, чтобы вы могли наглядно видеть его устройство. Итак, из чего же состоит моноблок? Моноблок состоит, конечно, в первую очередь из корпуса, в котором расположена силовая и управляющая электроника. То есть силовая – это питающие элементы, а управляющая – это органы регулировки и управления, с помощью которых мы настраиваем мощность импульса и мощность пилотного света. Давайте рассмотрим органы регулировки и управления более подробно. Я включу моноблок. Поставлю его немножко сюда, подальше, чтобы вам было видно. И давайте рассмотрим. Здесь можно отдельно регулировать, как пилотный свет. Вот видите, лампочка горит ярче. И вот она горит на минимуме. И также отдельно управляется мощность импульса. То есть вот здесь можно ставить значение от OFF, то есть это полностью выключенная вспышка, и до значения 8. То есть диапазон регулировки этого моноблока составляет 4 ступени. То есть 5 – это минимальная мощность, 6 – одна ступень, 7 – две ступени, 8 – три ступени. В количественном выражении это означает от максимальной мощности до 1,16. Как правило, на моноблоках также есть кнопки управления пилотным освещением, то есть можно включать и выключать пилотный свет. Также на моноблоке есть режим ведомой вспышки, то есть возможность синхронизировать ее по световому импульсу. Там обычно нарисован глазик над этой кнопкой или написано slave. Slave – это режим ведомой вспышки. То есть вспышка будет синхронизироваться с ведущей по световому импульсу. Проще говоря, одна вспышка срабатывает и вызывает срабатывание второй. Это происходит одновременно, и в результате мы видим объект, освещенный сразу двумя вспышками. Для того, чтобы проверить срабатывание вспышки, используется кнопка тест. Вот так. Нажимаем и видим, что вспышка дает импульс, и значит с ней все в порядке. Давайте также рассмотрим вспышку спереди. Здесь расположена лампа пилотного света. Вот вы видите, она сейчас горит. И вот такая кольцевая импульсная лампа. То есть это общее устройство для всех вспышек. Бывает иногда на вспышку установлено две лампы, но это уже гораздо более дорогие модели, которые в арендных студиях практически не используются. Также вспышка обычно закрыта стеклянным колпаком, но стеклянный колпак есть не на всех моноблоках. Он служит для защиты импульсной лампы и лампы пилотного света от прикосновения руками и от повреждения. Вот здесь по краю расположено специальное разъемное соединение, которое называется байонет. У каждой марки вспышек он свой. То есть, например, насадки фирмы Hensel не подойдут к моноблокам фирмы с байонетом Bowens. То есть каждая фирма использует свой байонет. Для того, чтобы поставить насадку, нужно просто совместить зубцы с пазами и повернуть до щелчка. Вот таким образом мы видим, что у нас насадка установлена. Но в студии лучше всего, чтобы насадки менял администратор. Это его прямая обязанность. То есть, если вам нужно сменить насадку, приглашаете администратора, и он это делает. Почему? Дело в том, что если вы случайно при смене насадки что-то повредите, а у начинающих фотографов это часто бывает, то вам, соответственно, предъявят счет в соответствии с правилами студии для того, чтобы вы компенсировали ремонт оборудования. Если же это сделает администратор, то это уже будут его проблемы. Поэтому подстрахуйте себя и приглашайте администратора, если вам нужно поменять насадки. Кроме того, хочу еще сказать, что разные модели вспышек имеют немножко отличающиеся органы управления, и бывает сразу начинающим тяжело сориентироваться. Вот, допустим, я сейчас показал управление с помощью ручек, а вот здесь, на вот этом моноблоке управление производится с помощью кнопок. Хотя принцип такой же. Отдельно регулируется пилотный свет, отдельно мощность импульсного, есть режим ведущей вспышки, ведомой вспышки, и также кнопка тест. То есть вот такие вещи, они общие для всех моноблоков. Но, тем не менее, если у вас возникают какие-то затруднения, не стесняйтесь обращаться к администратору студии. Он всегда должен вам подсказать, какие основные органы управления используются в данных моделях моноблоков. Потому что вы не обязаны все модели моноблоков знать наизусть, где и как и что управляется. И, наконец, для того, чтобы у нас вспышка срабатывалась синхронно с затвором фотоаппарата, то есть когда затвор фотоаппарата открыт, используются различные способы синхронизации. Сейчас я возьму парочку синхронизаторов и покажу вам их различные модели. Вот самая простая модель синхронизатора. Это инфракрасный синхронизатор. То есть если я нажимаю здесь кнопочку «Тест» с обратной стороны, вот видите, он издает кратковременный импульс красного цвета, то есть это инфракрасное излучение, здесь красное стекло. И это вызывает срабатывание вспышки, если она находится в режиме «Слейв». Если я этот режим отключу, то, соответственно, вспышка уже срабатывать не будет. То есть вот это самый простой способ синхронизации. Но такой способ имеет ряд недостатков. Если у вас вспышка стоит где-то, например, за ширмой, куда вот этот импульс синхронизатора уже не долетает, то она срабатывать не будет. Поэтому в современных студиях используются в основном радиосинхронизаторы. Радиосинхронизатор состоит из передатчика, который устанавливается на камеру, и приемника, который вставляется либо в специальный разъем на вспышке, либо в современных вспышках подключается через USB. Сейчас я вставлю приемник в USB-разъем на этой вспышке. Включу ее. Эту пока отключу. Давайте я поверну ее так, чтобы вам было видно. И теперь, когда я нажимаю кнопку «Тест», вспышка срабатывает. Когда синхронизатор установлен в горячий башмак фотоаппарата, то сигнал при срабатывании затвора передается на передатчик. Передатчик передает его на приемник, и приемник уже дает сигнал на срабатывание вспышки. Происходит это с минимальной задержкой в тот момент, когда затвор фотоаппарата открыт, и, соответственно, в этот момент происходит импульс вспышки, и вспышка освещает объект съемки. Сейчас я положу синхронизаторы на место, и мы продолжим. Также я получаю множество вопросов по такой теме, как настройки камеры для съемки в студии. Ну, здесь вообще все просто. То есть нужно поставить следующие настройки. Это ISO 100, выдержка 1,160 или 1,125 секунды, и диафрагма F8. И снимать, естественно, в режиме M. То есть в студии мы всегда снимаем в ручном режиме. Почему именно такие настройки, сейчас объяснять не буду, просто поверьте мне на слово. Экспозиция в студии регулируется ни выдержкой, ни диафрагмой, а в первую очередь изменением мощности импульса источника света, то есть вспышки. Можно, конечно, немножко в пределах одной ступени подрегулировать диафрагмой, но при этом нужно иметь в виду, что когда вы изменяете диафрагму, у вас меняется и глубина резкости. В студии обычно снимают на прикрытых диафрагмах, то есть стандартное значение это F8. Для съемки в студии подойдет абсолютно любая зеркальная или беззеркальная камера, в которой есть горячий башмак и в которую можно установить синхронизатор. То есть в таких камерах обычно уже есть режим M, в котором мы снимаем студии, и они поддерживают установку различных аксессуаров, таких как синхронизаторы или вспышки. Да, кстати, чуть не забыл о вспышке. Дело в том, что если вдруг случилась форс-мажорная ситуация, например, сели батарейки в синхронизаторы, а в студии нет запасного комплекта, что делать в таком случае? В этом случае вас выручит внешняя вспышка. То есть вот такая вспышка, в принципе она может быть любой модели, которую поддерживает ваша камера. Не обязательно это та же фирма, что и ваша камера. То есть это может быть как китайская вспышка именно для вашей камеры, так и других производителей. Вспышку нужно перевести в режим M. То есть сейчас я переведу ее в режим M. Поставить на ней минимальную мощность, установить на камеру, направить в потолок. И в этом случае, если у нас включен режим Slave, то у нас будет срабатывать ведомая вспышка. Вот посмотрите, сейчас я разверну вспышку, чтобы вы видели. Нажимаю кнопку. И как видите, нажатие кнопки вызывает срабатывание вспышки. То есть вспышка направлена в потолок, но при этом ее импульса хватает, чтобы светоловушка сработала. Светоловушка расположена вот здесь, вот этот вот небольшой красный колпачок на фотодиоде. Никакого влияния на экспозицию вспышка не оказывает, так как мощность ее установлена на минимум. Здесь 1,128. К тому же она направлена в потолок, что дополнительно очень сильно ослабляет свет. Но вспышка реагирует не на саму интенсивность освещения, а именно на короткий импульс, потому что схема предусматривает там временное окно, чтобы не реагировать на, например, включение и отключение освещения. И давайте подведем итог. В этом видеоуроке мы с вами познакомились с устройством студийных вспышек, узнали, какие настройки нужно использовать для съемки в студии, и узнали способы синхронизации срабатывания затвора фотоаппарата со студийными вспышками. В следующем уроке я расскажу вам, как нежелательно снимать в студии, то есть какую типичную ошибку допускают начинающие фотографы, и расскажу, как этой ошибке избежать. И также мы с вами рассмотрим простейшие способы съемки в студии, но которые дают хороший результат, и которые могут использовать именно начинающие фотографы. Итак, я жду вас на следующих уроках.